вот наконец-то доброе утро как меня слышно и слышно христос воскрес ну давай давай вот пишут я поясняю мне писать абсолютно нет завалили вопросами вопрос задает или как будто вас это интересует там соблазны все это помене занятия идут ты увидел первый раз это дальше я уже раскладу на этом видео вы сидите у вас там разбор священописания по моему вообще не и там ваша жена просит пойти в туалет и вы ее не пускаете и вот он это посмотрел и его смутило и он как бы говорит нашу как это как так можно так надо покаяться перед перед ней и и прочее ну в общем вот так лихорадить начало от этого ну это притом на в этом он смотрел на сайт на группе лапкин настоящий вот там с музыкой но вот это в этом всем духе и вот вот чтобы суммы могли бы ему сказать ну чё я могу сказать то занимайся своей женой первое вы тебя скажи жена есть есть и подкаблучник или нет это первый вопрос я бы задал а со своей женой я разберусь вопрос снятый вопрос то вообще ни о чем идет почему потому что нечем заниматься они вокруг чужой задницы крутятся а кто это поднял тот который жил у нас потеряевки дмуха александр георгиевич которого пришлось первого крестным ходом выдал поражать по чужим женам лазит наконец все разоблачено то прелюбодейка сознался и он никаких уперся тогда крестный ход сделали вокруг дома его крестный ход с огородом месте его выдало сразу оттуда он кинулся тут к архимандриту тот феодорит был знаменском монастыре а тот меня спрашивает а чего у вас там этот мужик такой ходит говорит спрашивает что да говорю вот такое дело то но тут покрутился ему ничего нету а ему и пятим я там семь лет и захвозда в яму он кинулся тогда после этого сразу все давай хулить православие все таинство священство полностью к баптистам а у баптистов опять та же самая лавочка началась и мне звонит это что это такое как человек от вас знал а что он тут это по чужим то лазит ну и его там на крючок подтянули но он-то на этом не остановился он начинает работать и у почти 30 человек у них уходят молодежи не от него так и он к ним присоединился вышли из общины в этой из общины там как назвать их ну из них там группы где они баптисты собирается притом не отделенная зарегистрирована всех бы он с ними а который мне звонит спрашивает про него мы давно с ним знакомые хороший человек астраханцев валерий он у них пресвитером даже не знаю кажется старшим называли вместо епископа или просто пресвитер а он с молодежью то ушел и там опять передают та же самая ну я не буду ему на узел завязывается и вот теперь он везде вал вал называет ролик против меня выступает а сказать то нечего он же здесь жил знает ну нет ничего и он теперь начинает в туалете смотреть кто чем оправился теперь конкретно переходим к делу мы сидим занимаемся сзади у скамейки стена со скамейки туда не выйдешь можно выходить только с одной стороны скамейки из другой можно под стол пролезть и сверху стола все больше негде но человек сверху и снизу не полезет уже не те годы так зачем залезла туда вопрос я неоднократно говорил на занятиях никого не беспокоить у нас дальше то второй стол с той стороны а здесь стоит перед ним скамейка вообще перед ней ничего нет стани выходи зачем туда залезла я сколько раз говорил ну скажем 105 раз говорил повлияло нет я принимаю экстренные меры вот теперь меня не тревожь а тревожь людей чтобы все поняли что ты не дело делаешь я ее не пускаю так она вышла ну конечно вышла не обморалась ничего дошла до места и все а на утро она здесь я пишу она подошла обнимается про просит прощения это они не берут дальше то ролик утрешний то почему они его не берут а им это не надо прости господи говноеды у них больше ничего нету я говорю я со своей женой то разберусь но она теперь никогда туда не лезет на занятиях она сидит так сзади ее стол который позади с книгами и она лицом сюда ей когда надо она вышла ушла уйдет совсем на наши отношения нарушились нет она в обиде нет нет но они еще там где перед кем-то должен каяться вот был допустим кто-то беседует но из последнего ролика вчерашнего я вас видел человек знакомый один со мной виделся другой не виделся один мирянин другой священник но этот мирянин то он совсем ничего не знает и теперь ему он никогда себя так не чувствовал не уютно как здесь почему я приехал никогда в жизни не хотелось так мне материться блудить то есть его завязали на на такой узел что он даже до дома не мог в этом и вот теперь он начинает ну все ошибаются мне не нужны ваши ошибаются ты конкретно мне покажи я хочу спасение он указал нет второй собеседник стоит указал где-то но можно же указать ну кого-то нельзя но меня-то может приструнить почему потому что человек сказал и слова в воздухе растаяли а у меня они записаны и 15 тысяч 300 роликов но в них то можно найти то что ты говоришь все ошибаются мне нужно моя ошибка они все но все ошибаются он все это теперь сомнения а кто его знает где он ошибается это и поэтому уже подозрение ко всему что я делаю это не простые слова вот у нас в лагерь приезжает комиссия краевая среди нее первый секретарь кп рф железнодорожного района бобров геннадий александрович литератор и вот он ходит я ему показываю а приехали с определенной целью я это все вижу знаю вот он показа открываю одна кель она называется тму таракань а почему так называется я ему объясняю а показываю смотрите как она интересно устроена келью ребятишки спят здесь но она там на 8 человек при тесноте может там 10 из той стороны под нее идет печка кора показывается есть и дрова туда подкинул только затопил а труба с той стороны выходит то есть она под низом подогревает и идет что можно к этому сказать одежда просушивается дети в тепле но это еще пока в июне там вначале бывают заморозки что может сказать что-то куда-то ушло вот он пишет в газете лапкин проводит меня по лагерю стану показывает все и говорит вот здесь тепло а пишет в губернской газете алтайская правда там около 100 тысяч экземпляров а я подумал и что ты можешь он подумал но скажи я показываю детям тепло одежда просушиться если они где-то бежали с ягод и там дождик захватил что можно сказать на это и что он сделал для он пишет я подумал вошь любит тепло вошь вши вши это в газете в центральной это у меня написано в книге для слова божия нет уз вы там найдете просто я вам скину в этой ворде и там легко контр-ф и сразу найдете где слово вошь он вошь видел нет конечно и и потом главный редактор газеты за наук университета клеменко владимир федорович он будет писать а мой сын говорит там же был в это время вошь он ее видел нет но намек брошен и уже все под подозрением люди утопают во вшах больше ничего не надо вот как это здесь и он даже беседует когда ну кто без ошибок то все ошибаются но и гнать он не застрахован а разговариваем то спасение души говорим об осознании общины у них возник ты знаешь о ком я говорю где кто разговаривали вчера выкинули этот ролик поставили ну и один хотя бы человек ну повторяю еще раз 15300 я не знаю если в интернете столько где роликов но это где-то за 9 неполных лет нету не я не знаю даже но самое большее я видел кажется осипов 1700 но то 15 1700 эта разница большая кроме того вот говорит что осипов он сказал записали больше ничего нету а докажи чего а у меня все записано в орде книги лежат на столе которые выступают против они вот вопросы задают там стеняю кураеву их вопросы где-то высвечены чтобы прочитать можно ни у одного у меня 4124 вопроса и все в орде да мне ж голыми руками можно брать тем более я говорю открытой там о мощах о монашности о патриархе разбираю вопросы все у них ничего нету они занимаются мною но здесь положительные сказать момент тот что за то время пока они мной занимаются они в другом месте вредить не могут я отвлекаю силы на себя ну ленинград в блокаде но однако манштейн должен был там стоять ни один не два дня речь то шла года о годах сколько дивизий было сколько сил отвлекли они все брошены были на москву не бы разбили москву вот самое положительное то что на мне эти люди когда вокруг крутятся они застревают здесь и попутно кто-то что-то берет сколько там чего я не знаю мне сегодня по подсчетам показали против меня примерно 220 роликов состально в интернете роликов так скажите где еще есть такое если мне пришлось заблокировать за 8 за 8 месяцев которые здесь больше 9000 человек наверное все таки помнят обо мне что я есть и что не успели ничего не успели а почему бьют по пустому месту я веду занятия одновременно в пяти институтах 13 школах в пяти отделах милиции района в городе барнауле городском овд и в краевом овд речь идет о больше чем о тысячи сотрудников никого не приглашает ниоткуда за мной приезжает машина и да полковник сидит за рулем рядом сидит это чего-то говорит или нет можно меня брать проверенные да проверенные на суде до бабушки на колено и здесь нашли нет они копаются сейчас дерьме жуки навозные а она подошла жена здесь на следующее утро здесь же просит прощения открытым все снимается улыбается схватилась за меня я говорю даже она на шаг не отходит это повлияло них нет конечно им надо свое а свое это сказать что я ошибаюсь здесь ошибаюсь там и поэтому все написано все в интернете это в любом месте может быть ошибка огня неизвестный поэтому ко всему с осторожностью тут открыто а как открыто я затоус говорит так допустим тебе дали хорошее имение хорошее имение богатые сад все и в конце сказали тебе понравилось понравилось но ты спросил а почему здесь хозяина никого нет никто не боятся люди а почему боятся ну а у него жена очень хороший самый дорогой конь он уже перевел его сюда и ребенок сын здесь змея змея и неизвестно где она но она иногда выползает выползает и жалит притом укус смертельный вот можно как-то предохранить а пока никому не удавалось но такое имение ну позвольте ну берешь беру конечно но ему сказали что она сразу хозяина не жалит она сначала самое дорогое у него отнимает он посмотрел ну все нормально у него проходит день два три он совсем забылся про эту змею лучше надо где там подправить там сделать и вдруг крик раздался конюх бежит змея жеребца укусила и он сразу сдох да ты что посмотрел зараза какая так но это вы у ползла говорит у ползла не знаем где норы не нашли да она могла и ко мне в комнату заползли конечно могла она форточку везде заползает что сделать и наконец приходит и говорит где нашел нору нашел он тогда говорит вы спите тут ночами я ее подкараулю и вдруг приходит она голову не высунула только выкинула ему бриллиант и он подумал сегодня и завтра на завтра пришел она опять ему бриллиантик и он говорит нет жеребца она уже оправдала меня а то по бриллиантику дальше опять забылся все эти бриллиантики забирает жемчуг лечет она такое вы первое раздала ему проходит время укусила сына его товарищи все стали да ты ты в уме или нет ты но и нашу сына убила у тебя он пошел убивать и она ему сразу три бриллианта выкинула на следующий день еще три постепенно он забылся он теперь уже все в сундук складывает забылся теперь дело дошло до жены и жена умерла и все друзья его укоряют ну почему ты такой то другое и наконец-то на его ужалило вот теперь он решился ее окончательно убить а встать не может и дальше развивается такска а то злато вас приводит вот так смерть вот так за каждым и сначала предупреждает то болезнь у нас какая-то то что то мы теряем жизни и вот я к чему это рассказываю вот если бы мы знали что такая змея есть она может сегодня выползти а так кошка ту села на на книжку у меня вот и вот если только мы знаем такая опасность как надо бодрствовать над всем а если это фальшивая сведение да дано как всех людей настораживает и вот сидят и разговаривают ну бывает там тот сказал серафим сказал когда меду святой покидал я тоже ошибался неправду говорил значит он нашел эту неправду и сказал как это дело было и он вывод сделал такой но если я сделал неправильно вы мне скажите один не один не два пятьдесят шесть лет я с библии в руках а мне вот 10 июня рядом будет 80 почему никто не указывает у конкретно скандер ты думал так скажи вот вы понимаете писание так отношения там баптистам другим но то 56 лет у вас изменения были я говорю ни одного а как так не знаю у меня впечатление такое что в первый день когда 27 сентября 1962 года в семнадцать ноль ноль господь взял меня и дал мне рождение это и все что было стер и вложил новую программу сразу на все у меня только она углубляется вот я думал тогда так а теперь я увидел я никогда не думал о том почему в миссионерской поездке только двое пришло это потом в виде беду которая в православии я отнес это к тому что на славянском языке люди не понимают это и правильно но дальше дальше то я стал увидеть а кто составлял богослужение это монахи монахи монашеское это все сегодня у нас и стоит но дальше расследуя я стал еще глубже смотреть что славянский язык крепко за него держат совете а почему за это я увидел что они не просто монахи а теперь ссылка на канонизированных оттуда то есть углубление в этой теме но не от нее первое остается как знаковая вот так и здесь они вокруг меня пляшет как лев толстой говорил они вокруг моей колокольни лают у них ничего нету вот поэтому они здесь и сидят я отвлекаю дивизию целую из клеветников из матершинников и сквернословов вот и все вот илья там что-то увидал где-то ну скажи какая-то беда в этом нет она вышла вышла но я сказал тревожь других с той стороны сидят люди с этой люди а здесь не ходи я сижу беседую с людьми ты меня поднимаешь я перед тобой должен подниматься уходить зачем ты залезла туда откуда выходить трудно ты знал что тебе потребуется никому тебе одно тебе требуется ну теперь она вышла через других но она потревожила трех человек и тогда взяла и другие говорят еще что не могла сесть там целая скамейка откуда никого не тревожишь я знаю как работать с человеком и она вразумилась конечно садиться туда никогда больше ничего не случилось но я решил этот вопрос ее почему я за нее отвечаю я для нее голова и с она мне законная венчанная я ее несу ни один ни два года и знаю ее характер а вы не знаете вы не знаете и вы бы может быть дня с ней не прожили а к чему эти слова сказал который у меня был тут этот как его называть ну даже не знаю режиссер или кто тут был он говорит лапкин все шлифую тех которые есть я шлифую а вы те которые нападают у них ничего нет у вас жены были были ну который журналист приезжал у нас здесь сколько жён было у нас сидят одни он да не жён это так это снимали за деньги девочек сколько было у меня было официально жил 18 а другой а я даже не знаю сколько и они меня учить будут учить понимаете с моей это женой ты бы дня и может быть не прожил она учительница и ей учить надо пересказывать что какой ученик сказал а мне некогда что интересно меня бог наградил не только женой хороший но и хорошей тещей в одном месте говорят человека двоеженца какое наказание чтобы в одном доме жили две тещи больше тебе еще не надо они тебе мозги вправят а у меня теща ни разу не заступилась за свою дочку ни разу когда у нас что-то как-то возникало такое где она не послушалась а моя мама ни разу за меня не заступилась на донатенька она она здесь мы тут все родни она одна пришла да да ладно уж ты это то другое вот так я не буду уже говорить то что не всем известно но именно мне бог дал этот привесок и я его несу притом шлифовка идет полвека полвека вот весь ответ а эти залезли туда а он ее не пустил на тот раскрутку дал тот который блудяга и он и может больше ничего нету ну еще дальше дальше что в суд подайте а за что неизвестно ну я не я виноват допустим я сказал я виноват не взял эту летную бумагу с туда зная заранее что она выйдет не подал тайна под столом и что ты хочешь сказать чем занимаются чем занимаются ничем и так повторяю почему не второй ролик не увидали когда она стояла здесь просила прощения смеялась обнимала и села и ведем занятия здесь я веду и она сидела до конца и и время от времени володя на нее по образу она сиделась смеялась и русской закрывал еще я сделала да как я так ничего как у меня был епископ тут она горит меня допекла говорить я не знаю откуда от нее прятаться есть что-то надо сказать и ничего но зато когда меня нет я где-то в арестованы тут лучше никого нет она везде все пробьет до генеральных прокуроров дойдет то есть человек этот как бы заряжен на то чтобы быть одному но она оказалась не одна а тут есть глава ей надо за мужем быть а ей это не вмещается никак но она уже привыкает ей девятый десяток идет она уже привыкает вот и все ничего нету нету ничего это я и рад что они зашли сюда и ничего опять не нашли до такой кого кого когорта и конце 200 роликов фраза и синицки сколько бы не могли нас крести а ничего они из моих же роликов берут слепляет и тянут а почему я говорю они бьют по пустому месту потому что местно в книге там до слова божия не туск там есть такая кто же такой лапкин священство за мной гонялось они в эту школу а я уже в другой они в этот университет пришли вы а там уже договор закрещен я уже в другом они меня не могут понять видят передачу а я веду три передачи на разных гтрк там была роса и то другое их нигде не приглашают у меня приглашают а сколько у вас еще есть тем я грустого двадцать три заготовки сто двадцать три темы да а звонков сколько а я не никому не нужны и поэтому они ну пускай маленько хоть рядом побудут погреются они основали деревню нет они пришли к нам это было у саввы пришли жаловаться патриарху савва не такой он это кто вас собрал здесь савва у него хватило у вас собрать вас хватит руководить пошли вы отсюда и они еще успокоились монахи и не два не три 47 человек они отдельно монастырь сделали а отдельно сделать надо думать воображать чем питать что будет дальше а ничего нету так они его когда он шел от патриарха засели с ломами с кирками убить убить аву своего монахи а теперь он узнал о хибетстве нагрузил целые подводы к ним послал они увидели да скрежется зубовно лицемер и тут он опять не принять нельзя есть ничего он лицемер а они хорошие и вот эти которые сидят они видели разговаривали или да нет ничего до небес живем сглотнули же не жуя а ничего нет вместе с моими стоптанными сапогами съели бы но нет ничего почему прикрытие хорошее сверху господь он скрыл меня они не знают а могли бы найти да чего же не найти то живой человек на земле это ни день ни два но в догматике слове божьем ни один не нашел и не найдут повторяю книги отданы минимум четыре сенсорских отделов патриархийных и пархиальных на кузнец кемерово тула там еще где дворки но киевский этот одесский монастырь наконец отправляет книги мои киево-пещерскую лавру по сегодняшний день молчок но за 15 лет они могли бы один раз на меня выйти как на головина или на ткачева ни разу нигде а вот за углом там фукают пукают а почему нет ничего а меня брать в десятки раз было легче бы чем любого кого я перечисляю а почему это потому что они не касались такой темы как монашество на чем все стоит а я от монашества там следа не оставляю выставляю сколько когда но было возникло что куда привело потом двумя руками за монашество но не за то которое вы за заперли людей держала в стенах за то что они сидели два миллиарда возникло мусульман я по цифрам им разлагаю могли бы они это коснуться мощей что их надо заходить не один а мощи то во всех антиминсах тут меня можно было вот так зажать и то они могут я привожу доводы райский наказ прах то и впрах вот когда это отойдет тогда все остальное станет на место но то осталось силе и поэтому все остальные действия людей под видом благочестия являются враждебными первому наказу христа бога творца вот как и поэтому где-то кто-то выходит где-то но он пришел и ушел а мы идем вперед сколько помощника было там помощник был разочаровался не знаю мне надо просто указать люди эти сидят вот заходим здесь когда сергеев тушенко очень сильно помог он это кажется он занимался житиями разбил по файлам уже были там в администрации поставлены 300 чем-то а он сейчас я иду уже заканчивается 700 с лишним которые были оставлены новиков тот вообще это имя работает очень много помог какие книги выставляли из америки там крючков андрей разбил по файлам жития это златоуста я выставляю его и это ни день ни два люди рядом могли бы они смотрят другие материалы нашли где-то ошибки пока ни одной нигде за пятьдесят шесть лет а вот этот намек бросить ну кто его знает да он тоже а ему это удовлетворение чтобы прятались как от змеи где то есть где-то змея запущена где-то пишу это да разгадывать не надо а что нужно делать ничего молиться господи помилуй их я прошу их безумие лжи в судный день не помине им в это моя любовь а не в том что я прямо и какие вы хорошие не надо господь вертия устал миловать пятнадцать шесть иеремии вы оставили меня и я покинул вас покинул они не знают что они не имеют живой связи с богом они обольщают людей обольстители человек который будучи крещеным всю жизнь жил одним блудом и по сегодняшний день курит и они его к причастию протолкнули сразу а теперь дверь закрыта и он пытается что-то делать ездить там все ему не этим надо заниматься ему надо в затвор уйти в самом полном смысле и из бороды не делать мефистофелева украшения понятно но ему никто не сказал только здесь сказали впервые и вдруг вся лакировка пала ничего нет и поэтому его трясло и воняло воняло ой воняло 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 от табашника который курил здесь от меня никогда не воняло как я говорю в этом в москве был а там собрание большое было баптисты собрались отделенные ну и пришли проверить мы сейчас проверим следят за нами или нет и прошли по лубянке сразу заметили за нами хвосты но они уже заранее сказали мы сейчас идем спокойно они за нами но за ними тоже наши игры ты идут и сейчас вот будет подъезд со всей силы быстро надо бежать на той стороне у нас машина стоит но они это не знают но мы как-то повернули влево то они в подъезд и мы скрываемся мы уже в машине они ни номера ничего не могли узнать все теперь у них пришли у баптистов работают работа всегда нужно подземный ход иметь и вот подошел у них руководитель молодой парень но они поцеловались не как мы щеками тремся друг от друга в губы целуются ну я не стал отворачиваться чего ради то я знаю именно поцелуй есть поцелуй он поцеловал потом варкет знаете братья я не скрою вы целовались игнатием да вы еще не почувствовали сидят а я почувствовал он мясо не ест а мы едим вот понимаете мы поцелуемся и всегда говном пахнет а я поцеловался с ним хлебом пахнет понимаете это при всем народе вот и все а эти которые вокруг меня то прости господи занимаются но я разберусь женой тем более она вот она за стенкой рядом она сейчас может подойти постучу и скажет какая беда чего чего вы придумаете то есть они ничего не имеют а раз не имеют через это я обнаружил еще ничего и нету то есть если за мной было что-то серьезно как за теми которые ставят ролики они бартанья раскрыли но то синицкий залез там один другой третий четвертый могу на черт и всех то забыл на одном лапке но не может выйти никак и отдельно там любовниц моих показывает голову отрезают но был такой был один алмазов саварбек какой-то из караганды казахстан но тот все меры перешел у жены голову отрезает в другом месте прилепляет она совокупляется с кем-то я пообратился к своему юристу написали туда прокуратуру приходит ответ все убрали нигде нету его зажали не звука по сегодняшний день а это казахстан а мне пришел ответ значит иногда приходится обращаться я себя обратился вот эти знания мертания раскрыли да я только это для себя не знаю кто выставил я с ними судился здесь когда были у нас свои не про интернет а по интернету вот результат этого саварбека алмазова сразу же заглушили больше не ни разу нигде не вышел может по другим именем выходит не знаю и теперь которые нападают от сколько их вот даже под этим роликом который вчера выставили одни и те же люди бывает один под пятнадцатью разными никами выходит им платят и платят хорошо я разознательно очень хорошо платят я говорю и куда ты деньги а я в таиланде был люк самый лучший но они понимают что это ему где-то откликнется я беседовал знаю не просто расстегнутые пуговки здесь я знаю что это масонский знак снял галстук расстегнись последняя пуговица на костюме должна быть расстегнута застегнутый не увидишь ни у одного и застегнутым здесь без галстука ни у одного я прочитал устав масонский а разве он свободен не свободен но я видел его видел и разговаривал и в окно заглядывал к масонам даже в окно подтянулся из зала смотрел он закрыты было у них в америке вот весь ответ напишите илюш и илюша не сомневайся ничего тут не было да и так видно что ничего не было тебе все нужно отдельно и где-то мы бываем я говорю не буду я жену тащить доказывать это еще буду лгать это моя моя жена я с ней разберусь зачем вы лезете сюда да главное не женой разбираясь твои желудком и заднице ну позвольте это совсем уже заехали за край у них юмора так самое главное что вас и женой это все восхищаются я вот кого знаю все смотрят и говорят какая хорошая жена какая хорошая жена как такая хорошая то стала а вот как хорошая дело в том что ее мать как-то говорит да ну это приветствия к мне дан мать ей говорит ну в кого ты такая ну там но непослушная там то другое в кого ты такая а потом и говорит да был у нас там двоюродный дед таким характером дерзким вот и все а мне ничего нельзя сказать кроме того что есть и куда бы я не пошел она просится и когда в москве были она тоже обиделась вот мы были здесь целую неделю столько людей приходило и только в конце кто-то узнал что я ваша жена но я говорю что теперь ты раиса максимовна и хочешь быть при горбачеве тебя унизили как-то никак не унизили так и должно у меня есть другая жизнь мы с тобой договорились как жить как трудиться для бога вот и все я через эту грань не заложу ну смешно главное где нашли еще сказать как где там и есть еще и такое там приехала одна знакомая с мужчиной с одним спросить подходят они друг другу или нет но я не сват я стал говорить а в нем ничего нет а жена стояла почему она не молчала она сказала ну почему ты вот согласия ты не даешь а еще давай ты вижу они разные я ответил я разрешил конечно у меня была знакомая одна мы с ней были очень дружная бакланова антонина георгиевна она уверовала когда была среди тихоновцев подпольные которые истинно православная церковь и муж привел любовницу домой а у нее четверо детей было и он топор взял она с под топора выскочила и больше домой не пришла ну кто-то узнал подали в суд но это при советской власти было и рассмотрели а он пригрозил придешь домой башку отрублю и она ушла и и благодарить бога что так получилось как упала при простого захватил жена любовица с уже можем не надо не надо они друг от друга тебе на нравится нравится все простите меня я пошел вот дети это твои теперь ты настоящий хозяин и ушел к антонию вот здесь та же самая история и мы с ней встретились она обратилась богу принялись священство мы были близкие близкие с ней она приезжала ко мне даже в лагерь женой вместе не дождалась меня из освобождения только 10 дней и около восьмидесяти было лет и она от послушания являла и не выскажешь какой она приучена была к этому я нагреть я бывает она вас это где-то она не послушается жена сказал сделать а не сделано я это никак не могу оставить я да сказал я знаю что ты сделал а я теперь следующему даю указание встречу а я забыл прийти на встречу да как же так мы же тайны написали передавали за нами следят я нашел людей которые не на учете стоят передать за углом только проходит мимо сразу в руку передать или посидел чемоданчик оставил ты взял его и пошел а вы нарушили и нам пришлось 15 мест полных возвращать с вокзала под присмотром по милиции тогда а я на работе сижу меня вот так а там все наполнены были кассетами пленками в одном месте не так сделали все пошло кубырком мне нужно абсолютно стопроцентная подчиненность и точность почему мы делаем дело не для одного человека если всю страну я наполнил златоустом житьями архипелагом гулаг и библии насчитаны наверно это что-то стоило и поэтому самая маленькая где-то несостыковка а человек пришел нету а тут наблюдают нельзя было друг около друга останавливается она проходит мимо и говорит с собой что-то взял а я ничего нету там третья скамейка от края в новосибирске на втором этаже на вокзале я посижу то маленечко отойду и отойду на место садитесь там будет узелок стоять вот как а кто это говорит родная сестра жены не мобильных не было ничего нигде и мы дело делали едем дорогой а везем две пленки мученики 20 века расстрелянных это все подсудное и где несем нигде за поезд заткнутые вдвоем едем у каждого по 375 метров пленки по одна катушка три длина размеры какой и мы находим где-то строительная площадка прячем под досками и уходим нас задерживать ничего нигде нету а поезд отходит или там автобус где-то мы ночью идем едва нашли эту стройку едва нашли эту комнату и наконец достаем эти кассеты и теперь уезжаем дальше вот у нас опыта какой когда начну рассказывать человек говорит волосы дыбом становится это все выдержали не выдержали мы опыт а приобрели делимся другим другими как нас ловили по крышам как мы убегали это целые боевики можно составлять было и как нас арестовали уже на другом шпире квартер пересекли внутри до дворов и все равно нас поймали вот так и на всех допросах она была жена какие она давала ну сведения если она за край где-то заходила ее сразу ухватывали это нельзя было говорить сказала сказала это все до слова божия нету сам все описано все и что обо мне которые говорили там плохо другие потом говорили ну зачем это то говорить а даже не было что там где-то ники все открытым текстом узнают я уважаю своих читателей пусть они это все знают вот такой то сказал а я это выписал из уголовного дела когда освобожден был реабилитирован закон гласит дать дело чтобы он мог читать но с ним рядом кто-то сидит чтобы я страницы не вырвал и оттуда все сидела выписывал а потом в книгу поместил люди ко мне будут плохо относиться никогда об этом не думает как будут люди я молюсь господи откроем и истину и которые смотрели друзья на чем соблазняться то какое-то отношение к тому что я веду занятия не я веду а сергей или игорь где нужно я вставлю слово и вдруг она всех тревожить надо выйти уже не один раз было все экстренные меры других сдернуло с места она вышла только не через меня а теперь кто смеялся кто еще сказал а ну сказал еще дальше то дальше туалет это это не идет это ваш путь не в царство небесное идете в туалет андрей кураев смеялся как-то говорит нашли где был туалет у мартина лютера теперь празднование будет особого дня у у лютеран они там опубликовали что нашли место туалета но вообще вам помрачение так что успокой илюшу скажу тебе тебе имя данное илья означает бог моя крепость не туалет бог моя крепость не туалет а с чужой женой разберу разбирать себя будут зачем же я разберусь сам я разобрался и притом результат самый положительный больше никогда туда не залазить никого не тревожит не заболела не обморалась ничего этого не было смешно даже о чем говорить понимаете да да вот это люди они же чего хотят повыше голову повыше голову повыше голову повыше ушел туда вниз вот а то потом будет по обрезанная голова у меня автозапись перестала работать да да люди говорят почему но почему он не говорит о своих грехах почему он все время ну почему чего он у него грехов что ли нет ну да они хотят чтобы вы говорили о своих грехах да мои грехи остались там 27 сентября 62 года в 17.00 все скажите у кого было такое обращение как у савла кто из вас готовился быть террористом одного найдите одного двоих не надо одного и все мои знания все крепы все тренировки бог повернул в один день вот так вот теперь ты будешь гоним и тебя будут караулить убить сколько человек меня готовились убить и потом только открылось как чудо меня бог спасал на корабле и не кто-то говорит обоцман когда я уже уходил с корабля а тишь такая стояла а подъехал лоцманский катерок и он меня в багерскую завел и говорит прости меня я игра что а вы помните вы сидели занимались я в училище учился мореходном и и что мы в этот вечер решили вас убить и сбросить я говорю а за что но у меня отец был офицером а потом он стал проводником уезжал из дома а я был на попечении бабушки но я хулиганец ты был в одессе жил одессит и она жаловались отец ремнем от этой портупея офицерской сильно порол меня я себе сказал верующим буду мстить бабка умерла я теперь буду мстить верующими вот на корабле вы первые верующие а он боссман я горят а при чем но не при чем и гляжу у него слезы на глазах если бы корабль закачала в штиль я бы даже меньше удивился но меня на на лосманском вокруг корабля и корабль дает сигналы прощальные я ушел вот пожалуйста он на меня наткнулся и от злобы освобожден был все и поэтому где они за мной охотиться то другое я не знаю вот выступает там какой-то не за архимандрит или армонах но монах определенно порфирий я могу сказать где в каком городе когда оттуда приехал священник и говорит он наступает и говорит ну это что ж такое да вы чего же не можете еще слабкиным звезды поехать до сжечь их и все в церкви в храме а который священник мне говорит у него сын а сын его у меня в лагере которые хорошо относятся и они узнали что он был он пришел на причастие священник не допускает она почему батюшка або югнате в лагере были был не допускает до причастия а то сумасшедшие попытки совсем и тогда мать его давай там уже тогда был другой епископ до нашего сергия был максим там жаловаться как не пропускает никак а свинишка хороший парень то послушный такой и пошлешь им все сделать найдет пилить деревья сучки надо было он залезет такой активный бороду никогда не трогал он сейчас уже года 23 наверно больше даже пасекой занимаются и вот во мне ищут найти где грудь зачем я буду искать когда все оставлено это ваше помоечное дело из меня бог снял все в тот день все как будто и не будто реально я родился заново я совершенно другой моя мама мария игорна говорила ой наденька вот если бы игнать это не уверовал чтобы было сейчас чтобы было а я скажу моей природе было много горячего я узнаю вот у меня отец тихон дмитриевич а дмитрий они приехали сюда из рязани рязань и были они принадлежали белокринистской иерархии старообрядцев и он поехал домой а здесь то присоединились к беспоповцам киржакам то земли то не нарезают он должен принять их веру сначала ну поехал домой причастился сходил в баню причастился пришел домой а у него родной брат кажется петр звать здоровый играет глухонемой и кто-то ему показал что димитрий приехал отнять дом этот он дом то принадлежал деду моему ну а раз он уехал у него брату отдал и тот во время когда обедали а он скрыл в руке гирю гирька но вино веса раньше ложили то и мать сидела их ряда то мне уже рассказывают и он кинулся не он закричал мама уже убивает меня и он ударил прям висок его и убил то есть в моей родне по прямой кровной родне дед убил деда двоюродного родной дед убил двоюродного что там было дальше я не знаю значит это видимо не сонливая мне кровь досталась не сонливая она течет в моих жилах без тромбов вот это все имея ввиду господь все это снял я выставлен на это дело и выйдя перед народом я считаю его он себя за собой преступление я бы боялся многолюдного общества книга иова я бы боялся но я не боюсь их у них нет ничего тем более меня исследовала к московской кгб мгб и расследовали до пятого колена все нигде ничего не в природе нигде не найдено нету никогда не было у нас лицемеров подкаблучников никогда не было а если же они слушаются слушаются они боялись их мужья были всегда ни одного подкаблучника в природе не было поэтому я не из гнилой природы и поэтому я знаю занимаюсь денно и ночью по сегодняшний день как будто первый раз первый раз коснулся библии а эти-то вокруг чего могут сказать выходите на суд сюда еще они прячутся под разными никами аватарами выходите по скайпу заходите и обличите обличители обличители чего тени моей а тень бывает и кривая к закату она очень длинная когда солнце к горизонту скатывается ни одного нету ролики то идут на весь мир и рядом люди которые живут рядом то со мной то эти могут как то я сказал об этом но и собрались я грубо знаете что по углам не ворщите а соберитесь все вместе изберите себе судью будет адвокат и устройте суд надо мной да ну я грубуйте я уже заранее вам избираю председателя суда моя родная сестра она где-то что-то заворщала где-то они ехать собирались далеко по золотому кольцу а я сказал не надо это делать они приехали занять денег не надо я экономлю нас дело божие и мы деньги все отдавали баптистам здесь давали подпольно евангелие от моего имени то что собирали тысячи бесплатных евангелий в советское время разошлось а эти то ничего не могут показать и вот когда начинаешь показывать вот это а вы хвалитесь написано хвалящийся хвались господом я всегда добавляю это благодать божия сделала это невозможно было сделать этого нельзя было сделать и вот при таком множестве народа при стольких наблюдателях вы обязательно что-то нашли бы но вы выдумываете а раз вы думаете я отсюда знаю ничего нету и мне нравится когда житие тарасия когда павел четвертый патриарх при царисе ирине вдруг подал в отставку она пришла такая ересь иконоборческая что же ты делаешь что он говорит я недостоин а почему я подпись поставил там под каким-то ложным документом мне надо своих грехах думать то и сколько она не убеждала его он ушел в ушел затвор она горит ну кого хоть кандидатуру готова у меня помогает тут мне секретарь возьмите его так он мирянин шесть дней на шестой день сделали его патриархом в тарасе когда он умирал тоже канонизированный его окружили демоны со всех сторон и все показывать что сделал он так когда-то и все вы лжете ничего этого не было вот я этим в круговерте что вокруг меня человека бесом может быть может быть там и людей то нет беса одни крутятся и облик принимать человеческий ничего этого нету все вы лжете вот этим я могу закончить любой нападку есть но будете предъявите счет кому я должен и павел говорить еще и нитки от ботинки шнурка не взял когда уходил я чист от вас всех я жил своим трудом за всю жизнь не был должен ни рубля никому никогда даже когда учился был в техникуме я бежал на вокзал где-то работал что-то делал рыбачил продать рыбу там питаюсь сам мне никто не поможет 10 детей у отца отец без руки мать неграмотная доярка у них нет ничего сейчас сестра спрашивает а когда вы работали помните посылали ты помнишь посылал не было места чтобы я домой от зарплаты не отсылал денег ни одного месяца не было не знаю этого почему а там подрастают другие я трех взял себе сестренок новосибирск и их поднимал еще я так не так сделал конечно я держал в руках и случилось одна сестренка была снята гореса с пьедестала она работала в детском садике и и там раскачали и допрос допросом и она ушла как бы из дома ушла а дальше то ничего не отстал молиться молиться стал и перед ней как будто бы яма какая открытая как она говорит разверстая и она ушла оттуда с работы принесла покаяние и сейчас живем вместе и она писали газете новосибирской вечерине показали какая она теперь не в религиозном болоте где-то она свободная чистая а жизни ее нет нет пришлось играть и жениха домой привезти и вышла замуж и ребятишек полно и самые хорошие отношения я должен был о них заботиться о всех сегодня мне могут упрекнуть в прошлой где жизни а в чем но главное упрекает это связи женщины не было никогда не с одной поэтому 80 лет говорится сочный плодовитый свежих и в старости потому что блуд съедает мозги и компьютерные игры это я попутно и говорю чтобы не лезли зря у меня есть что ответить я им не отвечаю на комментарии не отмечаю а почему все сказано в ролике смотрите внимательно это время нет кто желает помочь милости просим давай но но еще такой вопрос давай у меня сестра в европе в австрии да не живет православная ну то есть уверовал но как православная как по московскому патриархату стандартно и вот мы с ней разговаривали и наталья усатая с ней разговаривала я с ней сейчас разговаривал по поводу крещения вот и вот она мне сегодня пишет говорит ну я не могу у меня это все целый день я мучаюсь у меня в голове то что ты мне сказал что крещение но не действительно и она пишет много я бы даже и приняла но я чувствую что у меня то было я когда исповедовал из греха что у меня я прощение от бога чувствовал прощение как я могу с этим чувством справиться я я знаю чувствую что меня господь простил ну простил просила чувствую баптисты чувствуют что прощенное адвентисты свидетели иеговы мусульмане все чувствуют не по чувствам бог судит а потому что он дал любите меня соблюдите мои заповеди они ваши чувства весь ответ вы жестко отвечаете другого нет я сказал об этом я говорю жена жалуется иногда на это архимандриту в синоде когда был в америки нью-йорке а вы скажите или я более жестко обращался в один день 850 голов отрубил и весь ответ привыкли там слюня ведь стоят снимки вот я смотрел мусульманин стоит стоит вот так вот и она как лозинка прижалась к нему а русский вот так облапает и стоит в ум потеряли где-то вот мы стоим на крысе церковном пасхальное где-то я стою вот так вот оперся оперила на крысе и жена склонилась с левой стороны стоит ну и приветствуется христос воскресном поцеловались а что он с женщиной целуется законная жена тут уже увидали пасхальное приветствие на как ей этого хватит ой-ой-ой не только подкаблучники а под юбочники учат как обращаться женой а у самого она уже счет потеряла у меня одна единственная законная и она показала себя так как ни одна не покажет вот представь я в зоне а она наружу и она приходит увидеть увидеть хотя бы что я живой то я там кран она попросила автокран положить стрелу наконец чтобы подняли ее над зоной представь себе для вообще вообразить не могу и она крестится показывает ко мне казахи прибежали там женщина там крестница я пока вышел ее там с автоматами уже сняли прибежали охранники но кто это сделает как это один как она наблюдала из-за наружу увидала выглядела выбрала одну женщину а как раз эта женщина которая как врач меня там в локалке держали то и как она должна была зайти не там чтобы никто не видел а только когда она свернет узнать где в какой квартире живет и тогда у нее зайти ночевать чтобы ее не подвести пусть покажут такую жену а я покажу вот она рядом и где она была какие места пробивала где нужно самолетом где слазила с поезда ту же перескакивала на самолет и дальше гнала и у собирали все и молились я ничего не могу сказать я благодарю бога и соблазны все сняты ко мне какие-то претензии на жену идите она с вами разберется ревнители чистоты вот и весь ответ ничего нету я еще раз приношу благодарность богу что ничего нету а это когда было но было год назад и все еще трепет уже ничего нету и все в туалетной жиже возятся щерви навозные ничего нету нету ничего не было и нету ну даже такой я бы развернулся там ударил нужно засохла она простила бы и это и это им не надо ну что то ну хоть где-то ну ну не может быть ну ищите ищите это был такой один но ничего нету тогда подослали женщину заломали замок и сказали у него женщина на постели пришли правда он зашли снимает а зачем тут а зачем ты зашла сюда понимаешь это с кем было с григорием чудотворцем такая-то женщина подошла при всех и спрашивает а ты почему не рассчитался со мной а за что так я уж тебя ночью была обслуживала да вот надо же забыл вынул деньги отдал и она отошла а дальше еще с ней будет а стоит разговаривает с епископами вот и все я на все это могу ответить как не пострадала не унижена никак я должен поставить ее на место чтобы никогда больше не тревожила я добился у меня результативность бог судит по плодам я никак не обозвал не ударил не толкнул никак просто я сидел на своем законном месте и жене не позволил меня поднимать во время занятий и сразу видно что я хозяин положения я не подкаблучники под юбочник и ей пришлось по другому по другой стороне пройти трех человек тронуть давай гони все что имеешь против выскажи мне все мерзости мои давай в комментариях вы видели вот у репортера но многие пишут по апостолу павлу что если говорить я там имею там все все там дары то но и но любви не имеешь что я медь звенящая все заметили да я много рассчитал подать и по частям они это знают а они где я с ними когда знаком ни одного верующего нету любви не имею но какое любви не имею к пятерим женщинам или к чему не имею любви моя любовь доказана моей жизнью для меня жизнь христос и смерть приобретения как тут отец головин владимир головин говорит кто из этих кто сидел в тюрьмах одного назовите мне в советском союзе кто ни одного нету больше ни одного кто были померли а в то время было только два человека моя любовь доказана делом а не трепотной вашей а вот павел сказал ну и в чем вы видели мою любовь или не любовь к чему не увидели любовь к вам я к вам вышел со раскрытыми объятиями я 50 лет готовил материал и отдал вам его весь бесплатно что я могу больше для вас сделать я учился день и ночь и самое главное принес самым нигде не слукавил ни перед кем не прогибался никогда у меня из техотворения на музыку виктор николаевич положил что скажет бог то есть реку и я смотрел что скажет бог то есть реку и я заученная фраза у мехея к такому в рот не заползет змея не нанесет он в уши ахинею и дальше как есть от порог михей скос что скажет бог заряди в ю тубе и найдешь или даже ну лучше в ю тубе что скажет бог то из реку и я напиши лапкин и он поет прям сегодня же сразу вот у них ничего нету мне нравится иакова 217 покажи веру твою без дел твоих они показывают а я покажу не стесняясь и я покажу веру из дел моих я показываю это все благодаря тому что я верю у меня есть что показать мой путь ниже моей прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня салон 22 любимый мой и 120 у них ничего нету и поэтому меня нет времени останавливается там огрызать или доказывать каждый понесет свое время я каждый день молюсь о всех врагах которых довольно это значит я живой свидетельствует сами враги иначе бы они не крутились вокруг моей колоколе не мочились бы на нее и колокол нас слышно далеко одно то что здесь 36 миллионов просмотров тоже чем-то напоминает во все библиотеки подарены книги и видели библиотеки у президента стоят и у патриарху подарены они могут показать нет а почему бог только благодать божия повторяю у меня нет никакого гуманитарного образования ни семинария ничего нету я все добываю с поднятыми руками главное мое оружие вот все семикратно в день дайте мне разговаривать с тем кто семикратно в день по 100 поклонов и три святоя одного я буду с ним разговаривать а нету а раз молитвы нету там бал правят другие духи и поэтому они знают слова проблема я его не знаю и по любому вопросу нерешенному мы даже работать детей много беспризорных и что сделал ничего я отвечаю лагерь 45 лет еще третий год будет уже 48 так люди необразованные что вы сделали ничего у меня пять университетов 13 школ отделы милиции по по краю и везде и в эфире так поднимается да с евреями надо бороться надо как вы боретесь никак злобствуйте у меня еврея сделал со священником православным в доме моем с мусульманом надо бороться надо какой любовью вот он приехал прошлом году принял и какой мусульманин другое имя впервые ездра дана конкретно показываю 22 тысячи сел разрушены вы умные вы знаете как все знаете покажите что вы сделали до того ничего у нас село зарегистрировано поселок все получили все за свой счет ни дороги ничего ни рубля государство не дало и ничего продолжаем работать а вот заключенных много но ничего я иду 18 лет работаю повторяю везде все бесплатно бесплатно из-за того что и на не принимаю не потому что это вредно чтобы не дать пример конкретно покажите ваши дела в веру без дел а я покажу из дел моих конкретно вот они лежат книги свидетельства моей жизни вот беседы с вами говорим все открыто нигде ничего не монтирую ничего монтировка больше нравится это прекрасно я принимаю ну вот я такой тупой невежественный немощный как есть так и есть если бы я беру таня с моих ресурсов то если бы я знал какой-то там бред там что-то сделал этого бы не было выставлено но такого нет нигде есть чтобы не выставлено и ни разу нигде не было запрета снимать кто бы не приехал мы заранее предупреждаем нигде запрета нет снимайте все кроме пока скажут оглашенные зайдите в это время надо будет выйти да с миром и зайдем и никто не нарушает а я со всех сторон обложен ложью все а он закупил за доллары там ну как закупил звонит какая-то там телестудия из германии можно приехать поснимать у вас батюшка говорит тот журналист один не журналист кинорежиссер очень хороший хороший верующий малашин юрий николаевич ну прими его но мне батюшка звонил его ну ладно пусть приедет он снимает фильм кузнецов приезжает мы там частично принимаем первое место на международном киноконкурсе документальных фильмов там профессора в гика три епископа участвовали это не мое определение второе прямо златоустов потеряевки первое место в россии покажите вы это не мои не мои устах валят меня а там хвалить нечего полная стопроцентная отдача в жизни да я фанатик да и экстремист но еще дальше за эти слова будете судить я и стракту их что только они будут помогать мне на суде божьем они вам ваша теплохладность это я врагам отвечаю у них ничего нету ни у одного вот выступил где-то кто-то там сказал что интересно проводят рождественские международное чтение в москве дворкин там это ой-ой-ой и выступает и там дудин сергей священник из томска написал доклад какая-то она владимир но без фамилии доклад отсчитает и говорит так с детьми обращаются и дети веселые все смеются ну как это так то есть надо чтобы они плакали прятались а они если меня везут из больницы дети отбой допустим девять а они в два часа ночи все не ложатся спать ждут в деревне когда я появлюсь это счет и говорит нет их не могут уложить спать вы создайте ребенку стопроцентную защищенность детей беспризорных беспризорных много вот пожалуйста я называю от конкретно по любому вопросу я практик так мы сейчас молитву началась да молитва началась так прошу простить все на этом да до свидания отключайте меня все да да с богом